Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нижегородский Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дедушка говорит Настенька А не ебанут ли нам в Карелию? Он говорит А хули бы нет-то? Ебанем Уехали в Карелию Потом сказали Хватит накатались Поехали в Сокольское Раз Я Вот Меня смотришь, да? Родина-мать Сказала Владимир Александрович Иди послужить бы тебе В Владивостоке Да херня какая В Владивосток То есть Из Собинки Я еду в Владивосток Приезжая Значит Ну естественно После армии Пришел Институт Все остальное Поженили с Татьяной Феорной Пумбуром Ну Фабрика наша Развалилась 91-й год Кончился Горбачев Всем Значит Устроил Пумбуром Да Нам стали На фабрике Давать Я здесь Начальник Комарсову работал Бутерлинская Льнопредельная Фабрика Фабрика Блаву Вот Три смены Работал Все быстро Стали нам Зарплату Давать Сеном Блядь Не люблю я Сену Честно Слово Вот Не поверишь Не люблю Татьяна Ферна Тоже как-то Сену Равнодушно Относилась Алка у нас У нас уже Большенька была Это уже Она в 90-м Родилась В 2000 Какой 2000 93-й год В 93-м Ему было Три года Ни хера Сену не ела Ну сидим А брательник Уже вот В Карелии По распределению Причем Братильник Мой старший Тоже самое Служил Под Владивостоком На подлодке Есть такая Шкотова Там город Ну вот И жить Уехал в Карелию Я про дедушку Тебе рассказывал Дедушка На Дальнем Востоке Иванул с бабушкой Потом Они позже Тебе в Карелию В Карелию Братильник Послужил В Владивостоке После института Поехал в Карелию По распределению Ваш покорный судья Послужил В Владивостоке И сказал Не хочу Я траву есть И мы с Танечкой Вот понимаешь Вот молодость Вот ты сейчас Говорил 33 мне У меня там Не плана Так у меня Такая же История была Так представь Я построил дом Но стали выдавать Все на место Зарплаты Я сказал Танечка Пойдем в Карелию И мы сели На Москвич 21-40 И В Карелию Представляешь Вот сейчас Мне сказали Вова Садись на машину И езжай в Карелию Вот даже на шестерку Дураки шли совсем Да Это лет-то сколько было 27 И тебе казалось Что Ой Еще впереди Столько 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 Прихожу в больницу Значит Кардиограмму снимать Тетенька спрашивает Мужчина Ну как в больнице Она же тебя не видит А морсное тело зашло Мужчина А сколько вам лет Ну то есть Она уже 35-й кардиограмму Сегодня снимает Я говорю Вы не поверите Но уже 54 Почему же Я говорю Вот когда мне было 40 Я думал Что мне еще только 40 А вот сейчас Уже 54 А я ее помню На танцы В месяц ходили А она плюс-минус Там тоже Там 53 Может 55 Такая Вовка Я ведь тебя помню Шевелюра Была вот такая Кудрявая Я говорю Так у тебя жопенка Была покруглее Да Ну а что нет Выросли все В одном городе В большом счете Так Да Молодость Вот ты Представляешь Два искусственника Сошли А она всю жизнь Медсестрой работала В сердечном отделении А я вот Ну вот так Судьба Инсульта И надо Мне сейчас было Пройти Все это дело Ну значит Свой вопрос Начнем Далеко Я все зашел То есть Ну закончил Собинскую Среднюю школу Номер один Церковь Так называемую Ну где Школи-то построить В лучшие времена Советские Церкви То есть была Церковь Прихорская школа И церковь Их соединили Входом И назвали Собинскую Среднюю школу Номер один Да Причем Мне казалось Что это Самая лучшая Школа в мире Никто нас в школу Не водил Никто нас СССР школу Не встречал Восемь часов Надо быть в школе В общем закончил Собинскую Среднюю школу Номер один Понятно что Отличником не был Но Расскажу честно И детей Также воспитал Я как Детей воспитывал Как меня воспитали Если вы будете Плохо учиться Вы не будете гулять Если вы не будете гулять Вы будете сидеть дома И учить уроки Мама с папой У меня будет в школе Два раза За всю жизнь То есть за 10 лет учебы В первый класс Меня привели Сказали Вон школа Вперед И в 10 классе Десяток Закончили Мама В выпускной Пришла Посмотрела Вроде трезвый И ушла Правда Нахерачились Мы там На выпускном Сейчас объясню Из чайничков пили Нас научили А кто научил Пили Нервожатые Сказали Братцы Пить все равно будете Но уж Из-за стола Часто вы ходите Директор школы Вас засечет И могут быть В поведении Поставить УД А вдруг Вам куда-то Поступать Учиться Так что В чайничек В чайничек И мы Чайничка Наливали И вот так Представляешь В чашку Чайную Так Да Ну естественно Часом К одиннадцати Когда уже Начали играть Голубые гитары Все были В хорошем состоянии И понимали Что вставать Лучше не надо Потому что Запалишься Ну кто Кто вставал То вот тот и палился Ну там Типа курить Сходит Все остальное Закончил А мама У меня Значит Царство небесное Римитальное Всегда хотела Чтобы я стал военным Да Я люблю военных Красивых Здоровенных Опять судьба Папа у меня Значит В 50-х годах Там какой-то Комсомольский призыв Был Да В летчики Все нахер Папу не взяли В летчики Папа то ли покупался То ли что И простудил уши А с больными ушами Как и летчики Да Третий прикрой Да А ты не слышишь Ни хера Поэтому Папу в летчики Не взяли Вот И я поехал поступать В Харьковское Высшее военное Авиационное училище Летчиком Хотел стать Да Все Поступил Почему Ну как же Все поступил Все хорошо Осталось значит Заемность Дали Там какой-то Ну как курс Молодого бойца Там туда И сюда Нам уже форму Правда Дали Еще без погонов Ну старую Такую форму Заношу Свою похоже Счастье Там сюда Ну а мы же Братцы-то Какие вольные В основном Там были Товарищи С Украины У нас было Один с Нижнего Один с Москвы Ну и ваша покорная судьба С Владимирской области Мы естественно Когда экзамены сдали Все телеграммы отбили Мамка Мы уже в училище Мамка такая Села Нимф над головой Что Сын будет военный В рот Мяч их пых Ну мы тоже так подумали Но Сашка у нас был С Москвы Сказал Надо погулять А там Обалденно красивый Парк Горького В Харькове Вот до сих пор У меня мальчишки И в Токарчике Присылают с Украины У них же В контактах запрещено У нас Ведь что Запрещено То и разрешено Получается Как-то там Обходными путями Они все равно С обе связываются Если Андрюха Там вот будет смотреть Андрюха привет Красивейший парк Там канатная дорога Ну представьте Я из Собинки приехал Там кроме Кроме елок Я ничего не видал Тут канатная дорога Блин Там два километра Туда-два обратно Да девки молодые же ходят А хохлушачи Они все хорошие Да молодые все хорошие И мы короче Попробовав в кафе В парке имени Горького Парк-то как назывался Коммунистический Парк имени Горького Попробовав в кафе Парк имени Горького Алкогольного коктейля Солнечный Вот Только я и запомнил Это название Да Вот И мы Ушли в Астрал На три дня Короче говоря Причем мы пошли В самоволк уже Просто сходить В парк Ну посмотреть Как же быть в Каркове И сразу в училище За каменную стену Ну естественно Познакомились с девчонками И три Три дня мы потребляли Солнечный коктейль Ой блять Ой пардон Да Ну короче На третий день То есть в конце Третьего дня Деньги у нас стали Кончаться Ну все равно Расставаться С девушками Украинками Ну они СССР Все были Да Солнечный коктейль С девчонками Мы не стали В общем Как-то Где-то Мы переночевали В общем Утро четвертого дня Мы перелезаем Через забор И наша рота Стоит Там Десятая Что ли Японская Полностью Рота Стоит Там Майор Командир роты Там Ну Разгон дает Ну кто-то Там ночью Значудил И мы Три Гаврика Через забор Трэк Трэк И он такой Раз О А вон и москали Нас в то время Москали А вон эти Три москалята Идут А мы Буду нищи Такого И подходим Можно встать В строй Вы откуда Пришли Мы Маленько Задержались Пошли Самоволку Маленько Задержались Ну все Ну майор Объяснил Куда идти В принципе Всю жизнь Так нас И посылали Туда Он сказал Пойдем В строй Отдел Вам там Дадут Обратно Домой Бумажку Поезжайте Мы говорим Мы не будем Летчиками Нет Точно не будете Да Родина Сказала Не хотим Не хотим А уже Телеграм Разослали Я домой Чемоданчик Возвращаюсь Через два дня Телеграм Послали А не через два Получается Три дня Мы гушбанили И тут Пока туда-сюда Ну в общем Пять дней Прошло всего И двери Значит Открываю Дом Говорю Мамка Я приехал Она сказала Я в той Уже в отпуск Я говорю Да нет Как Выгнали Ты же сказал Что все Я говорю Ну вот Малей Заблудили Три дня Знакомились С местным Так сказать Колоритом Да Ну что делать Закончил Собельскую Школу Ну вот Съездил В училище Поступили Значит Выгнали Ну как Выгнали Не оправдал Доверие Да Вот Ну все Пришел Мама сказала Ну что сынок Ведь раньше Все намного проще Было Пойдешь работать Сынок И все То есть Раз ты не поступил Уже в это время Это сейчас можешь В этот институт То-то Все Ну все Пошел в фабрику Работать Потому что Когда в школе Еще учились Здесь в этом классе У нас было Как-то Я не помню Называлось В общем по понедельник Мы ходили в фабрику Работать Нас там учили И сдавали экзамены У меня были Корочки Значит Слесарь механо-сборочных работ Приятельного производства Четвертого разряда Потому что я так Хорошо Давали или третий Или четвертый Да Четвертый разряд Мне дали Ну и все Пошел работать В РМО Приятельного производства У нас фабрика Здоровья Там 8 тысяч Народ работала Крадообразующих предприятий Было Поработал Сейчас я тебе скажу Август-сентябрь Наверное Октябрь Да Нет Август-сентябрь И пришла повестка С военкомата Раньше все просто же было Приходит повестка С военкомата И ты в военкомат Отправляешься В ДОСАФ Учиться этим На шофера Вот Тогда еще На халяву все было Деньги Нет Бладенцы Да Все Отучился на шофера Получил права Сейчас скажу В конце ноября Восемьдесят Да Восемьдесят 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 Значит Как права Получила Дождались В февраль Мне восемнадцать лет Исполнился Я устроился Работать шофером Поработал шофером Значит Надо весной В армию идти Охотаться Ведь когда в армию Приходишь Со стажем вождение То Не на боевую машину Пасать А на транспорт На транспорт Ты сам понимаешь Свободный выход И выезд Вот Поработал Значит Устроился В совхоз Такой борец В особенном районе И вот В совхоз Борец Так сказать Меня забрали В армию Призвали Сейчас скажу Забрали Призвали в армию Ну и все Поехал Куда служить Под Владивосток Город Артем 5 Там Станция угловая Ну Аэродром военный Там вот Вы в штабе служили Блин Да И вот там я служил В роте управления Нет Сначала Сначала Отдельный батальон Да Сначала Да Отдельный батальон связи А потом Приглядели меня мальчишки Ну я Сейчас был Раньше такой был И на гитаре играл Так скажем так Вот И все Меня взяли И Взяли меня стажером Я отстажировался Возил Замкомандир дивизии Возил начальника штаба дивизии Возил командира дивизии Вот мне там Все это говорило Ну все Служил в армии Значит А чего Братильник У меня когда пришел с армии В 82-м году На полудовке служил Он Привез с армии направление А с направления Раньше брали На ПО Подготовительное отделение Это сейчас Вот ты никому не нужен А раньше При СССРе Брали на подготовительное отделение Что такое ПО А ты же Ты школу закончил В 17 лет Год где-то болтался До 18 лет Уже год прошел Да Год прошел Два года в армии служил А кто и три года служил Естественно 2 плюс 2 Умножить на 2 У тебя получалось 8 Да Тебе брали То есть ты приходишь Сейчас объясню Ну в общем Если после школы Ты поступаешь Ты должен все экзамены сдать Ты что-то должен там Сильным умным быть А ты просто РАПФАК он еще назывался Ну прям название РАПФАК Пришел Пришел Домой Съездить к нему Посмотрю Не хочу учиться Еще Это еще было Совета И ты не был Да нормально все Немцы у нас были И казахстанские немцы И какие-то уральские немцы Прям немцы Витька Нус Да Запрашивай Нет Вообще все нормально было Ну вот Пришел Так Полгода отучился А если ты заканчиваешь ПО То автоматом тебя уже Ну как выпускной экзамен Типа сдаешь Ну в общем Ты проходишь Девятый-десятый класс школы Только в ускоренном режиме За полгода Но у тебя железное Железное Ты подносишь Совсем вот Стеклянное Или деревянное Да ты с ним поступишь Ну как правило Все поступали И все И на какой хочешь В культе Я пишу заявление Я хочу учиться На жерене Стародельной в культе Ты говоришь Ты говоришь Проблем не было Такая тайничка-то у меня С Бутерлино Вот ты представляешь С Бутерлино Не знаю Где это такое Вот Где мы здесь сидим Деревня Бутерлино Мама работала Швеей Материнской Шила мешки А батя работал Каменщиком на стройке И тоже поступила Отучилась Получила высшее образование И значит Она работала здесь Мастером В РСУ В РСУ А я работал здесь Начальником РСУ Потом она С беременалка Туда-сюда И все остальное Но тем не менее То есть Из Ебени Я вот Все говорят Ты где живешь Я говорю В Ебенях Это где Я говорю Вот песня есть Хорошего пикника Там на самом На край Дальше ведь дорог нет Вот ты сюда приехал К моему дому Конец А дальше дорог нету Все То есть Если вот надо В Красную Горбатку Попасть себе Напрямую 23 километра На листепеде Пацанка у меня приезжал А по трассе ехать По асфальту На машине 120 Представляешь То есть напрямую 25 А так 120 Все Поступил в институт А как поступил в институт Не хотел Папа говорит Сынок Съезди к старшему брату Посмотри Как живут студенты Я говорю Папа Ты что И 6 Это сейчас Почти год учиться На поводу 5 лет в институте И так 10 лет Не хочу учиться Он говорит Сынок Ну съездим Из дотой Да И я поехал В гости К старшему брату Он уже значит Учился на втором курсе Или на третьем Не Да На третьем курсе Уже учился А я поехал Папа сказал Ну Поживи там Мне недельку Посмотришь Как студенты живут Все хорошее Я приехал И так меня впечатлило То есть Я не очень хотел учиться Да Город Город Владимир Это раз А во-вторых 9 этажей И на каждом этаже Получается По 12 комнат А разрешал Ловить Это не у нас Вот например В Собинке Только женские общежития Оказывается Женщины с мужчинами Живут в одном общежитии И я имел Неосторожность Значит Ну прошел вахту Брат там пропуск Оставил Прошел вахту Сказал к брату Там в гости И иду И такое Женское щебетание С верхних этажей А на первом этаже Было указываться У нас буфет И души Слева женский Справа мужской И Мой Незамыленный Солдатский Я только с армии пришел Солдатский Услышал Значит Женское Верещание Глазки поднял И в чем Мама родила Только прикрытых Чуть-чуть Халатиком Бежали Четыре девушки И у меня сразу Такое желание Учиться Стало Я Брата пришел Переспросил Брату Сказал Серега А че это у вас Девки-то бегают Полуголые По этажам-то А где ты их видел-то Я говорю Вот между третьим И четвертым Куда бежали Я говорю Вниз Да это не в душ А че они В джинсах что ли Побегают в душ-то Я говорю Так они часто Бегают-то Он говорит Да постоянно в душ-то Надо помыться Так горячая вода В Сомике Не было горячей воды Надо титан был топить Думаю Как я люблю горячую воду Я люблю учиться Да и сразу У меня такое желание Страшное Я приехал через день Деньги домой Говорю Папа Я все-таки поступлю На подготовительное деление Я буду инженером Строителем Закончили учиться В девяносто первом Фактически Да Я на работу Устроился В В конце июля Девяносто первого года Вот сюда На Дарсу В Дарсу Ремонт Ремонт В девяносто первом То есть С девяносто первого года Ввели такую херню Что могли То есть Силком тебя Раньше Распределяли То есть Тебе говорят Поедешь на Урал И хочешь не хочешь Три года должен ты на Урале Работать Да А в девяносто С девяносто года Ввели такую штуковину Что Если предприятие За тебя заплатит Десять тысяч Институту То ты поедешь На то предприятие То есть Я приехал сюда Сходил к директору фабрики Главный Все-таки Директор фабрики Работчерки Не Нет Ну я же Институт закончил Какой рабочей руки Вот Пришел Сказал Вам нужен Хотя бы мастер Ну вот есть строительная контора А я знал Что есть строительная контора Я говорю Вам нужен мастер Он говорит Ну нам вообще нужен Начальник РСО Начальник У тебя какое образование Я говорю Вот сейчас я заканчиваю Институт Ну и значит Туда я хочу Он говорит Привези мне гарантийное письмо Туда еще время-то было Гарантийные письма Верил кто-то Блядь Гарантийные письма Ебраться-то То есть Привези гарантийное письмо И все Что фабрика За тебя заплатит Десять тысяч Я съездил к директору Сюда пришел директору Директору Сказал Вы возьмете Гарантийное письмо Они написали Гарантийное письмо Я закончил Получил диплом Приехал Я приехал Измея Заплатили Десять тысяч Тогда ситуация была Одно Народное предприятие Обещало другому Народному Да Тогда нет Ты понимаешь Тогда было сто процентов Было Что ты устроишься на работу То есть Такой мысли Вот как сейчас Вот мне Вот мне живой пример У меня старшая дочь У нас сейчас семья строители То есть Таня строитель Я строитель Она только закончила ПГС И АД Алка закончила у меня Владимирский политехнический Ну сейчас он уже не институт Университет Как называется В Хермесне Да Она тоже строитель Ее никуда не берут на работу Потому что у нее Нет стажа Она пришла Ему рассказывать А где я стаж Ты заработаю Вот я закончил Только что институт Пять лет училась Причем она умница Она автокат Весь этот Ну как сейчас компьютер Чертит Понимаешь Она нахер Никому не нужна А раньше Как ты нахер Никому не нужна Странно у нас строитель Закончил и пошел Начальник Да Причем куда тебе Ронин сказал Поедешь Вот у меня Значит знакомый Леха Желобов Жену То есть Он собрался жениться А жена закончилась Они еще не женаты были Ну так сказать Дружили То есть ее отправили В Екатеринбург Ее на три годика Ты работала в Екатеринбурге Хочешь не хочешь Ну вроде Ну и сразу Там дали квартиру Ну не квартиру Малосемейку Ее дали Да Жилье Так жилье вопросов Не было Мы так же И с Татьяной Ферной Женились В 87 году Я говорю Танечка Выходи за меня замуж Да Ну то что я шел Пешком В другую историю А жить езди Я сходил Договорился С комендантшей Мне дали отдельную комнату Потому что Она студент И я студент Так оплатили-то сколько мы Блять 6,50 По-моему За полгода В общем 13 или 14 рублей В год У меня 40 У Тани 48 У нее была Не персонально Как она называлась Ну в общем Ну типа повышенное Предприятие Нет Повышенное Предприятие ей платило Повышенное По-моему там 46 Что ли На что хватало стипендий Ой бля Да ты что Стипендии Ну вот читаешь У нас был значит Студенческой столовой Назывался полтинник 50 копеек 50 копеек Ну я скажу Что не зажиреешь То гороховенько То там чечевич Ну С голоду не помрешь Да Всегда была еда Смотри Ты что с ума сошел что ли Нет такого Что Сегодня приходите Мяса сегодня нет У нас там Нет Понимаешь Насчет мяса Я конечно сильно сомневаюсь Что там были Вот такие куски плавали Но голодать Я тебе сейчас расскажу 10 рублей на неделю Во Еще можно девушку Сводить Разочек в ресторан В ресторан В ресторан Можно сходить Нет Ну если там Без водки А уж Грубо говоря По бокальчику Тебе венец Нальют Еще на такси Уедешь Рубль было Значит С факела В Владимире Ну грубо говоря Ну как тебе сказать За 20 рубля Куда хошь уедешь В Владимире Представляешь 10 рублей Нет А мы как Значит 10 рублей 40 рублей А вот А когда ты приходишь На поучиться После института Тебе сразу платят стипендию Ты же Ты же родину защищал Потому что Там или По направлению С предприятия Или Значит с армией Армейских Пацаны Армейских Больше было И получается Родина мать Тебе уже платила Сразу На первый курс Ты уже То есть на первый курс Поступаешь Еще никто Сипендики Не получает А тебе уже Будьте любезны Ты потому что Уже все поступил Или по-моему Первый полгода По-моему Все получают До первой сессии Ну естественно Мы уже умные Мы уже ПО прошли Мы знаем Как экзамен Сдавать И все остальное Нет Ну самое главное Понимаешь У всех была работа Гарантированно Была работа Гарантированно Все говорят Да хули там Зарплата была 120 рублей Да вот херушки У меня здесь Зарплата была 500 рублей Сейчас я скажу Что-то 370 У меня было Ну как тебе сказать Как-то Прогрессивки Херивки Ну короче 500 рублей У меня зарплата Здесь была Представляешь Я мог за 2 зарплаты Купить мотоцикл Урал Ну с премией Хорошо работал Понимаешь В чем дело И Танечка То же самое То есть проблем По трудоустройству Не было Ведь нифига А сейчас Пожалуйста Когда У вас Пришло осознание Того что Все повалилось Пришло понимание Того что Мир меняется Вокруг вас Что вот Это светлое То что было Сзади Гарантия Ушла А я тебе вначале Тут рассказывал Мне сказали Место зарплаты Травки Пожуешь Сено Сено Так при чем Ты должен 5 дней Работать на предприятии В субботу В виде субботника Ты должен прийти Поворошить это сено И тебе В счет В счет зарплаты Дадут сено Я не ем сено Понимаешь Это вот 90 Знаешь когда 90 Вот 93 Это уже все Да То есть Воу Все четко осознали Что Да Вот 91 Как раз Мы ехали на автобусе Сказали О бля Горбачев Тут все Такой Ну все Там Ельцин сказал Горбачев Пошел У задницу Понимаешь А вот 93 А вот 93 Уже все Было понятно 94 Мы приехали В Карелии Там еще Отростки Социализма Были Да У нас был Самый последний Первый секретарь Райкома Партии Пятый год И там Кончились То есть До туда Дошла Рука Москвы Ну я вам скажу так Что По моим наблюдениям Чем меньше поселение Чем оно Клавней Несмотря на то Что там Работа пропадает Закрывается подприятие Народ начинает пить Но как правило Очень долго Еще сохраняется Вот это Некое социальное восприятие Вот Советское Ну по моим наблюдениям Очень долго сохранялось И что-то Переходило И детям Нет Детям Детям Алка у нас Застала еще Вот здесь Я садик построил Фабрика Вот Фабрика Все здесь Восемь деревень В округе работало Восемь деревень И значит Поселок То есть Ну тоже Как градообразующий Хотя Построил эту фабрику Как купец какой-то Представляешь Все работало То есть Восемь деревень И целый Так сказать Ну это основная Большая деревня Ну вот У нас тут есть Дудь Такой Есть такой блогер Я смотрел Да-да-да Он же Он сейчас сидел Ты сказал Ну ведь Демократия Это хорошо Ведь свободный рынок Это хорошо Ты понимаешь А я не хочу Вот мне надо Вот такой свободы Мне не надо Понимаешь Вот Че тебе Вот зато я знал Вот понимаешь Давай сейчас скажу Я знал что Десятого И двадцать пятого У меня будут деньги Я знал что хлеб Первого января Стоит восемнадцать копеек И тридцать первого декабря Он тоже восемнадцать копеек Что за свет Мы платили Четыре копейки А сейчас мы платим Хер знает сколько Понимаешь В чем дело И там Товарищ Чубайс Говорит Слушайте-ка Да давайте Мы норму Социальную норму Устроим Да вот я извиняюсь А ебет Сколько я нажгу Понимаешь В чем дело Ну вот какое его собачье дело Сколько я нажгу Электричество Ну ты сделай А то у нас получается До ста киловат Одна цена Двести киловат Другая там цена Это какая-то херня Понимаешь Ведь вспомни Я ведь помню Прекрасно те времена Что бензин-то С соляркой Просто выливали Да У дяденьки Попросить там Пять литров бензина Блядь Вообще не составляло Труда Солярку-то просто Сливали Потому что За моточасы платили Понимаешь А сейчас Что блядь Сейчас Вообще труба Дудь блядь Или вдудь Как его там блядь Вот ты блядь Нашел мне авторитет Ну он же За наш рынок Ой блядь Он же Ненавидит Все советское Нет Понимаешь В чем дело Сейчас мне скажут Что Да он старый блядь Пердун 54 года Он ничего хорошего Нет У меня все было хорошо У меня ребенок Пошел в садик В новый И вот я здесь Садик построил На 140 мест Двухэтажный В полуподвальное Помещение еще было Значит Прачечных И раньше С лифтом Блядь Садик И бассейн Мы построили Не успели запустить Вот наступил 93 год Сраны Все сделали Плитки Даже по-моему Бассейн обложили А вот А воду пустить Уже все Кончился Советский Союз Понимаешь В чем дело Здесь ведь была Средняя школа Нет Сейчас Средняя школа Внимание Бассейн Где-то В конце света Да Для детей Да Бесплатно Да конечно Я тебе говорю Так вот слушай дальше Здесь была Средняя школа Нет средней школы Нету Блядь Представляешь Средняя школа Здесь футбол Кажется Суббота В воскресенье И играли Понимаешь В чем дело Здесь на танцы Ты придешь На Новый год Ты просто В клуб не зайдешь Ну просто Невозможно Чистой физически Зайти Потому что Клуб деревянный Он же не резинный Не может вытянеть А сейчас придешь В клуб Три человека Все с телефонами сидят О блядь Демократия Понимаешь В чем дело А то ты сейчас Можешь сказать Про президенты Все что хочешь Про примеры Все что хочешь А толку то Ну толку то Понимаешь У нас с Валов Все они такие Как будто Я общаюсь С молодыми 20 22 года Там 18 И они Не видят перспективы У них нет Альтернативы В жизни Я тебе верю Что бы вы Посоветовали Как взглянуть На мир Вот какие Какая есть Альтернатива Что есть Куда двигаться Я тебе сейчас скажу Вот сейчас И детей так воспитываю Вот Какие должны У человека быть Ценности Вот так же Как меня воспитали Да Вот сейчас объясню Вот сейчас Мы вообще Никому не нужны Вообще Вот я и дедим Сказал Доченьки Вот вы Ни президенту Не нужны Ни премьеру Не нужны Никому Ведь раньше Ты еще только Вылупился У тебя уже Пионер Вожатый Да Какой-то там Значит Преподаватель По внеклассному Чтению Блядь Заучи По воспитательной Работе Это бы вот так Как коршуны Все сидели И все Ведь Кружков-то ведь Сколько было В нашей Богом Забытой деревне Каких только Кружков не было Вот сейчас Серега Петров Приехал Он говорит Вовчик Да ты чего На станке Поработать Хоть дерево Обрабатывающим Хоть Ты где сейчас Станки-то найдешь Вот ты скажешь Где ты сейчас Найдешь станки Вот в округе У нас нет Ни хуя Ничего Вот Сколько тут поселков До Вязников Ни хуя Вот еще Никологора Побольше Там 25 километров Там хоть чего-то Чего-то там Работать Понимаешь В чем дело Вот я не представляю Ценности Семья Дом Дети А больше Я не знаю Какие ценности Вот Сейчас ты мне скажешь Про родину Вот Даже вот сейчас Ты мне скажешь Пойдем воевать А я тебе сейчас Сразу-сразу А за кого Вот за кого Воевать-то Да Ну вот Как-то вот В Чечне Еще нам Маленько Башку засрали Да Сейчас мы тут Сема Сортиры Хуя Оказывается Хуя А все живут Лучше нас Понимаешь В чем дело То есть Проблема В ценности Да А какие Нет А нам Сейчас насаждают Чего Бабки Путин За бабками Чубайс За бабками Нет Еще И блядься Вдобавок Ну Это уже Следствие Да И наркота И херота Нет Понимаешь А зачем Наркоту насаждают Наркоту Потому что Их можно продавать Наркоту И заработают На это Нет Еще Еще другой И по ушам Те езди Все что хочешь Понимаешь Алкоголь Ну и сейчас Понимаешь Я сейчас Начинаю Рассуждать Как старый Дед Но я не Старый Дед Еще раз Говорю Нет Сейчас Не за что Даже Вот сейчас Идти Воевать За что За что Умирать Вот сейчас Посмотрю Редко Смотрю Правда Телевизор Редко Смотрю В интернете Смотрю Ну вот сейчас У нас Росгвардия Милиция Полиция Вернее сказать Вот Они просто Колотят Мальчишек Девчонок Баушек Епоху У кого колотить Они вот сами Понимаешь Вот я До сих пор Не понимаю Они что В другой стране Живут что ли Они в другие Магазины Да Туда подбирают Специальные Нет Там зарплат Хуйду По большому счету Уж никто Не идет В эту милицию Ты понимаешь Правильно Может кого-то Бежали в детстве Он пошел Но суть Ты ведь не в этом Вот Ты понимаешь Ведь власть Это может Смениться Может 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 Как может Прийти и сказать Слушка А ты 25 числа Помнишь Как это Когда был Путь А этого числа Условно 20 числа Где были По какую сторону Упил его дом Или вот там Понимаешь Но все равно Принут и спросят Я понимаю До самого маленького Не дойдут До маленького Ментушки Блядь Ну ему А совесть Есть Вот совесть Внутри Мир какой-то Вот Знаешь Как я вот живу Вот я всю жизнь Так живу Бывает Там У меня там На колонии Какие-то засранцы Придут Что-то пишут Мне какую-то хуйню Там пиздил Не пиздил Я ничего Я чужого Никогда ничего не брал Понимаешь Вот Почему Может я в систему Не вошел Да Это когда Значит У меня единственное ЖКХ в районе Работало с прибылью Представляешь Я думаю Я думаю Это один Один из Многих ЖКХ Холостой А я тебе расскажу Не надо воровать Вот просто Не надо воровать Надо работать На результат Вот я поменял 70% Напорного Водопровода В городе Представляешь А мне Вот когда я приходил На Отчетные собрания Перед зимой Да вот такие В район администрации Нас собирают Вот я выходил И меня смотрели Как на дурака Блядь Я понимаю Сейчас Вот сейчас Ваш канал Все читают Мы По подготовке Зиме Блядь Там Столько тысяч Клн метров Заменили На двух подъездах Две Две двери Заменили Думай А я читаю Как дурачок Сижу Заменено Водопроводных Стояков 4,5 километра По городу Там Лакинска Значит Заменено Тепловых Стояков Система Утопления Там Канализационных На меня Смотрят Вот на меня Все директора Там Районных Эти же Как я смотрю Ебанатик И пришло время Когда глава С главой сидим Он и говорит Сушка Давай пиздить Я говорю Сушка Так я тебе поклянулся Я даже Ее могу Фамилию назвать Если кто-то Кого мне придет Спросит Потому что Я тебе сейчас расскажу Я уже несколько раз Говорил в разных интервью Что Значит Этот глава Остался Мы с ним расстались Он сказал Я говорю Я тебя вспоминать не буду И ты меня не трогай Ради Христа Нет Я тебе сейчас расскажу Ты зря склянешься Так он написал Значит В районную прокуратуру В областную прокуратуру В генеральную прокуратуру В комитет Блять По каким-то Блять Там Этим Как тебе сказать По расходам Блять Бюджетных средств Блять Меня за Семь проверок Я прошел Никто ничего не нашел Понимаешь В чем дело Слушай дальше Так вот я ушел Мне уже звонили Значит С органов Ты сказали А у тебя эти бумажки Есть У меня до хуя чего есть Да Спиздили блять Спиздили За три года Пока меня не было 150 миллионов Блять Через сраный ЖКХ Вот такое Блять Вот такое А бумажки У меня есть И фамилии И даты И имена И всех Кто подписывал Есть Мне до хуя А кто эти бумажки Мне значит Товарищи Собэба Блять А ты нам дай их Я говорю Вот вам хуй Братцы Так я написал В прокуратуру А мне еще прокурор сказал Тебе это на хуя Тебе это на хуя Я говорю Слушка Ну как это Ну вы специально Банкротит предприятие Вот наша система А вот система Вот пришел нормальный человек Пришел Начал работать Не Иди на хуй Это называется Мы не сработаемся Понимаешь У меня там пишут Некоторые товарищи Говноеды какие-то А вот там наворовал Ничего не украл Вот я С чистым сердцем Прихожу В любимое Своё ЖКХ Которое я своими руками Сделал Я пришел Куда директором Самому новому трактору Был 34 года Самому новому машине 25 Там пола не было Нихуя Да Я за год купил 9 единиц техники Нового В лизинг И за год расплатился Представляешь Просто мы не пиздили Мы правда Научились экономить Электроэнергию Я пришел Было 350 человек Зарплаты какие были Обалденные зарплаты были Сотрудники все были довольны Я тебе расскажу Есть такая штука Коллективный договор То есть не я придумал Себе зарплату с потолка А коллектив Придумал зарплату А там значит По тарифной сетке Значит Зарплата директора Зависит от зарплаты уборщицы Чисто Вот Это просто Я всегда говорил У меня в ЖКХ Социализм братцы Понимаешь Социализм В отдельно взятом ЖКХ Да И все херили Почему Я тебе объясню Если уборщица Зарплата 5 Значит у директора ЖКХ 20 Сколько сотрудников У вас было уволено За ваше время работы Все бездельники Алкоголики Это Вот Скажем 200 200 человек Было уволено Из 350 А сколько нанято Обратно Нисколько То есть вот 150 человек Как начало работать Уполнить работу Который делал 150 делал работу 350 Не Секунду 350 Есть такая штука Создание Видимости Бурной деятельности У нас был Я когда пришел На работу У нас был начальник Строительного отдела Понятно Блядь А строительного отдела Не было У нас были штукатуры Малеры Плотники Камечки Хуя Начальник пилорамы А пилорамы-то нету Я говорю А как Может быть Начальник пилорамы Если пилорамы нету Ну да Она сгорела Три года назад Так как начальник Каждый день Я работал Замглавы города Первым замглавы Я пришел к Мойру Сказал Блядь Так меня Меня просто Заебли С этим ЖКХ С области С департамента ЖКХ Блядь Дай я директором буду Он говорит Ты че Ёбуты что ли Блядь Блядь Ты замов Просишься Блядь В этот Как его Сейчас ступишь В Единую Россию Блядь У тебя все хорошо пойдет Да Мне два раза Предлагали В Единую Россию Ну уж извините Блядь Ну вот как-то Ну нет Есть Вот меня-то Воспитали так А я должен себя Вести по-другому Что ли Посмотри дальше Вот Как же он Папа мне научил Сынок Надо так жить Чтоб тебе не было стыдно Перед родителями И перед своими детьми Вот и все Понимаешь Вот я не представляю Как вот сейчас Власимущие Вот им перед своими детьми Не стыдно А перед внуками Вот когда Представляешь Ну все равно Он же когда-нибудь Помрет у нас Путин Ну он все равно помрет Ну не бывает же Его же не забальзамируют Не будут как куклу возить Ну все равно Он живой человек Нормальный Ну то есть И Чубайс за ним И Медведев Да нет Ну все мы смертны Да Ну все смертны Ну вот неужели Да я не знаю Есть там у Путина Внуки нет Или у Медведева Будут внуки Или нет Может там Я не знаю Но представь Вот он сдохнет Он все равно сдохнет Причем Мне кажется Гармонии рвать будут На хуй На улице Вот я помню В тот момент Когда умер Как раз умер Значит Брежнев Вот День милиции был Как раз пацана в армию провожали Просто по домам все пошли Сказали Ну только песни не пойте На улице Блять Ну конечно Вот кто сделал свое Мы пели песни Потому что провожали пацана У которого значит брат в милиции работал Будут нас и забирать Но я не про то Ликований Великого не было Когда Брежнев помер Понятно Там уже все это Завратили Когда после Черненко Хуенко И они каждый год Стали помирать Но мне кажется Вот сейчас Гармонии-то будут Рвать пиздец Но им-то Вот понимаешь Их не внуки Представляешь Вот он идет И ему скажут Твой дед-то Чубайс Блять Понимаешь Чубайс Блять Ну я вам скажу К сожалению Сейчас ситуация такая Что многие В возрасте 20 лет Даже не знают Кто такой Чубайс Вы два раза Ходили на выборы Блять Почему и за кого голосовали Ой блять Вопрос конечно интересный Рассказываю Первый раз я ходил на выборы В марте 1984 года Как ходил Я служил в армии Пришел в рот И сказал Так блять Товарищи солдаты А это типа выбора Подъема не было в 6 часов А подъем был в полседьмого Товарищи солдаты Выходим строиться Пожалуйста У нас был ротный Блять пиздец Мищенко Михаил Иванович С горловки Блять Кулак был Вот такой блять И причем Банку трехлитровую Одной рукой И по центру Нет банку трехлитровую Он просто давил Вот так брал за горшко Вот так Я первый раз когда увидел Думаю блять Если он за голову У меня возьмется Он же скроет башку Вот И вот наш любимый Мищенко Михаил Иванович Зашел в рот И сказал Так блять Товарищи солдаты Идем на выборы Ну вы построились Представишь там Ну что там полгода Служил Пришли В дом офицеров Советской армии 20-й гвардейской Стребительной дивизии Ну вот Пришли И нам сказали Вон урна Вот листочек Бюллетень называется Избирательный Взять Взять И бросить туда Поняли Товарищ капитан Блять Поняли Я понял Что мы идем Голосовать И похуй За кого Блять Потому что Если Мищенко Михаил Иванович По башке ебнет Заик Ты будешь до смерти Блять И вспоминай Блять Пока не сдохнешь Эти выборы 1984 года Все сказали Товарищ капитан Поняли Все взяли И бросили За кого Я даже Вот ты сейчас Мне вот В глаз пистолет Приставь Не вспомню За кого-то За достойного Человека Проголосовали Ну хуй с ним И вот 18-й год Наступил Да Меня давно Не звали Потому что Я уже 16-й год На руководящих Постах Не работал И я вспомнил Что меня зовут Владимир Александрович Меня увидели На улице Товарищи гитаторы Сказали Владимир Александрович А вы идете На выборы За всю жизнь Ходил один раз Думаю Блять Там Грудинин был Да Ну понятно Что 100% Ее бы Даже если 95% За нее проголосовало Все понятно Что Кто бы чего Нужна массовка была Думаю Вот На 53-м году жизни Я все-таки Испытаю судьбу Еще раз Ну понятно Там был Мищенко Михаил Иванович В виде Агитатора Вот с таким кулаком Как глобус Тут Ну просто Вот мне просто Захотелось Понять Не понять А еще раз Ощутить Там-то меня принудили Да А тут меня объебали Ну правда Я тебе говорю Блять И все Я значит Пришел на выборы И бросил Естественно За кого За Грудинина Блять Вот хоть меня расстреляй Что бояться За Грудинина Потому что Мне нравилось Как он Так сказать Как у него Понятно Что Грудинин Не Не директор совхоза Потому что Это ООО Частная лавочка Понятно Он кого-то Объебал Ну в те времена По-другому Никак Понимаешь Ну никак Или тебя нахуй В висорубку пропустят Блять И Или ты успел Или ты успел Да Ну Великого криминала Нет Смерти на нем Нет Никого он не наебал Сильно Скажем так Сильно Но люди Там Я вам почитал В интернете По 60 рублей Ну по 60 тысяч Зарплату получают И более хорошая Не суть Да Думаю Ну пусть меня наебут Ну пусть Но я хоть Никто мне не скажет Что я не ходил Я сходил Бросил за грудин На улице все говорили Да мы за грудин Ну кроме Убогих бабушек Просто которые Не слышат И не видят За них все кинули Да Если ты это понимал И блять Включая вечером Телевизор Солнцелит И победил Понятно почему Да Я вам сказал Что Больше я блять На выборы Вот я за всю жизнь За 54 года Блять Существования На этой земле То есть 53 В то время было Да Сейчас 54 То есть вот я Один раз Так сказать Под прессом Мищенко Михаил Иванович Вот с таким кулаком И лишних вопросов Не задавая Но в то время Давали печенюшку И яблоко И яйцо Да Вот я помню Товарищи солдаты Праздничный ужин Вы исполнили Свой долг Блять Гражданский И хули Яблоко Хуя А хули Вы 17 лет Яблоко Просто упало Да Яйцо Вместе с кожурой Ну а хули По духомане Ты блять Я тебе говорю Ты селедку Ты ели блять Ни чище Ни хуя Причем Начинали с головы Блять Нехуй с хвоста Начинать Так Сталин Или Путин Сталин Даже Даже это Я сейчас А я такой же Вот я тебе сейчас Скажу Живой просто пример Раз Инка У меня младшенькая Ей было Лет наверное 8-7 И она как-то В каникулы была И она сказала Мама А я был директор ЖКХ И она сказала Мама А можно я с папой На работу съездить Она говорит Да не надо Ну можно Можно Я был Бодиелик Значит Естественно Утренняя планерка Я же в субботу Всказение Пошпионил Где еще текло Где не работало И она посидела у меня На планерке Буквально 15 минут Стала резко Проститься домой Ну я говорю До обеда сиди Она пошла к девчонкам Там бухгалтерию Чайку И там налили Поболтали с ней Вот И она приехала домой И говорит Мама У нас папа страшный Она сказала Почему Тетеньки выходили Пот вытирали С дяденьками А некоторые Воду пили Из стаканов Да Почему Объясню Потому что Получили пизды За что За дело То есть Вот я ругал Только за дело Понимаешь В чем дело Так что Вот такие дела И При Сталин Порядок был Понимаешь Все говорят Страху А сейчас нет страха Вот я сейчас Вот мне сейчас Родина Мать платит 2860 рублей За Значит Участие В контртеррористической операции Все На работу Меня никто не берет У меня инсульт был Все говорят У тебя инсульт Нахуй он мне нужен Вот и все Я пошел На обследование Кому ты Нахуй нужен Надо деньги платить За обследование Где я возьму Понимаешь А раньше Себя положили И вылечили Да Поэтому я за Сталина Понимаешь Если бы мне сказали Поедешь в лагеря Так опять же В лагеря Зачем ехали Поднимать Могущество страны А сейчас Только пиздит Ракета взлетела Ну блядь Ракета взлетела Ёпт Они раньше летали Ракеты Сколько штук В неделю Достижение Постройки Крымского моста Возводят Я не знаю А китайцы 120 километров строят И даже не ёпнули Ой блядь Что бы вы сказали Путину Оказавшись перед ним Прямо Один на один Да Я бы Знаешь Ты все равно Это не покажешь Я бы сказал Владимир Владимирович Вот куда это блядство Кончится Ну куда Ну просто Понимаешь Это уже Не бардак Это блядство Понимаешь Это вот как Понимаешь В старом анекдоте Блядь Надо не койки Двинуть Ну В публичном дому Собрание И говорить Ну как же У нас Два года назад Такая посещаемость Была будет В прошлый год Еще буквально Вот такие выручки Были А сейчас ты что Ну один там В своем Наверное Кровать неудобно Стоят Да не кровать Неудобно Стоят Блядей Не менять надо Понимаешь В чем дело А у нас Несменяемость Власти Ну тебе говорю Вот Ну сейчас Вот Как тебе сказать Сиди менеджеров Вот везде ввели Да Ну везде По большому счету То есть Глава района Ну это Понарошки А так В Калмыкия По гимнастику Что это может Что это может Со всей страны Есть у меня Вот Какая работа была Все боялись Блядь Сейчас никто Нас не боится Кто нас нахуй боится Так почему Сейчас вот ты Возьмешь пистолет И крикнешь За Родину За А за кого Зачем боится что ли Блядь Убьют нахуй Закупают прямо тут Блядь Большое спасибо Не за что Ты приезжай На 5 минут Даже гек не устал На этом наша Прекрасная беседа К сожалению Заканчивается Подписывайся На наш канал Ставьте лайки До новых встреч Голод сосущий Мир каннибала Тот кто не юркий Уходит в фаналы Не помогают Ни митинги мира Ни просто мольбы Ваша жизнь Плодать плоти Воздушно борится У Кабаи Хозяина Нет компромиссов Вы, конечно, терпите Но время грядет Для всеобщей борьбы